всем привет сегодня не обзор на вот такую замечательную катушку это шимана калькутта в размере 101 и с тормозной системой дисси первое впечатление от катушки конечно просто я восхищен насколько кайфово сделано шимана то есть конечно же тут нет там прям вот вылизанности как вот у самых древних катушек вот но тем не менее там практически не с чем ее сравнить настолько много классно она сделана значит фрезерованный корпус тут прям ну конечно нет такой прям крутой подгонки но вот взбитости ощущения она просто невероятная значит соточка она на видео не смотрится такой как она есть на самом деле реально катушка очень-очень маленькая то есть прям малюсенькая она по эргономике ну может быть чуть-чуть уступает самым вот последним низкопрофильным катушкам то есть она по эргономике очень-очень удобная у катушки очень-очень мягкий ход прям очень кайфовый там конечно там кнопы там и люфт вала основного он присутствует но это как бы сами знаете на всех мультах такое есть вот все это выбирается шайбочками если есть желание так давайте все-таки от моего первого впечатления перейдем к объективным показателям то есть к контролам катушки на 1 рукоятка я бы сделал чуть-чуть подлиннее что это по моему 85 рукоятка вот я бы сделал ну поставил учить и подлиннее с другой стороны как бы эта рукоятка очень симпатично смотрится вот и если за счет того что кнопок все таки такие довольно длинные то есть там проблем с задеванием ну практически не будет вот так что тут как бы спорно вот с другой стороны найти бы такую же красивую рукоятку конечно тогда бы ее стоило поменять вот ну с точки зрения удобства хочется подлиннее но с точки зрения эстетики ну прям не хочется портить значит дальше настройка фрикциона с трещоткой и сам фрикцион тоже трещит дальше идет вот такой вот огромный огромный кнопку настройки осевого тормоза я в этот раз специально посмотрел бумажку шимана который идет с катушкой значит что нам сказано про осевой тормоз вам сказано что значит настраивайте осевой тормоз в ноль вот иначе система 10 будут работать некорректно но если ветер больше ожидаемого зажмите этот тормоз ну короче думаю что все понятно дальше шпулька сотового размера вот значит здесь сто пятнадцать метров полторашки намотан ну думаю что там типа сто двадцать пять сто 30 влезет вот и шпулька довольно мелкая по весу катушки не сказал я не знаю сколько точно в граммах вес и весит но ощущается такой тяжеловатенькой вот но скажу в данном случае вот в совокупе с этим корпусом да вот с этим вот монолитом до всем фрезерованным алюминиевым она прям каждом так ощущается тяжелая значит надежная дальше у нас на окно клавиша клавиша работает в обе стороны по шимановски тоже она так немножко смущена в сторону такая шимановская традиция последнее время такие клавиши ставить не очень никаких вопросов нет ну то сделали сделали дальше справа у нас тут настройка тормозов дисси значит здесь вот рядом с клавиш есть такой рычажок если его нажать что откидывается боковая крышка и тут есть переключатель но переключатель собственно как и обычно плетенка нейлоновая леска и флюрокарбоновая леска все ну дальше этот рычажок он вынимает весь блок и можно снять шпуль но мы сейчас этого делать не будем незачем нам это вот собственно да тут переключатель я соответственно в плетенку стоял так как намотана у меня плетенка если больше что-то что-то не так работает то конечно будем экспериментировать ну в принципе внешне по внешнему виду все давайте ставить на удочку и тестировать смонтировал я катушку на удилище magicraft triple cross для два с половиной метра тест 1050 ну по традиции все значится первый тест у нас будет на максимально дальний выброс посмотрим может ли катушка вообще в дальний заброс вот этой тормозной системой значит тест состоит из заброса грузика круглого 28 граммов вот начаться тут на тормозах значит у нас осевик в ноль на всякий случай проверю не сбился ли не не сбился на осевик в нуле на тормозах четверка но ветер мы наверно не будем ставить и что ветра то сейчас особо нет ну и собственно будем забрасывать так ничего нам не мешает ну тут по крутой траектории я запустил тут недалеко улетела метр на 40 давайте я пивом это и просто перезабросим на другой позиции тормоза так троечку на тормозах ставим леса вот по центру чуть-чуть мы связь уменьшим и забросим улетела чуть-чуть подальше метров наверно на 5 может на 10 я сильно не вглядывался ну короче подальше чуть улетела но все равно это очень конечно близко и на удивление здесь систему деси как-то более мягко работает чем на предыдущих катушках которые я тестировал нет такого резкого момента прям сильного включения там или бы эффекта урона приманки давайте опробу просто поболее скажем так пологой траектории запустить вот и посмотрим что нам покажет катушка так двоечка на тормозах давайте листовод по центру поставим и забросим вот уже другое дело уже строго другое дело вот улетела значительно дальше сейчас я на все вымотал давайте поставим счетчик и замерим что там у нас вышло так ну 77 метров у нас катушка показала по счетчику давайте попробуем теперь на единичке забросить DC мы включаем единичку также ставим листовод по центру стандартный swiss бросаем надеюсь не улетит сейчас у меня грузик во 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 но это не супер далеко конечно это прям не супер далеко но весьма неплохо я думал что будут какие-то там проблемы то есть ощущение того что дисишка уронила приманку его здесь нет здесь как-то алгоритм работы самой тормозной системы как-то получше настроен вот ну давайте проверять дистанцию 81 метр по счетчику у нас вот ну все мы как бы уперлись в минимум до соответственно мы тут ничего меньше уже поставить не можем тут конечно он время заброса была небольшая такая спухание ну вроде как бы катушка все это дело погасила давать еще контрольный сделаем ну плюс-минус туда же на самом деле ну давайте замерим просто я переносил свой взгляд с этого с так 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 вроде начнулась я переносил свой взгляд катушки на полиманку вот поэтому тут мог неверно оценить так что давайте мы все-таки счетчик не зря у нас есть поэтому мы измерять по счетчику 78 даже 77 чуть поближе даже получилось в этот раз не знаю с чем связано в общем я тут не ждал прям супер выбросов каких-то именно грузика все-таки это дисишка вот она прям такие вот выбросы не очень любит показывать конечно там может быть если можно там супер супер-пупер размахнуться супер-пупер вложиться вот может быть что-нибудь и получится из этого вот но я просто делаю так кто заброс которым я привык собственно просто обычный вертикальный заброс как я на джиговой рыбалке с берега выбросал давайте еще разок я попробую сильнее вложиться вот может что-то из этого получится мимо это то же самое абсолютно даже замерять не буду вот я довольно сильно сейчас уложился вот как бы тормоза система нормально отработала но это такой легкий перри тормоз то есть типа если вот какой-нибудь обушенный магниткой сравнивать то это типа как будто на два клика больше чем нужно вот то есть рыбачить без проблем бы рыбачить в таком в таких настройках вообще без проблем то есть вопросов тут не будет вот но как бы потом супер дальности конечно этого ждать от дисишки не стоит наверно там для супер выбросов ну никто дешевле сишки наверное не покупает если там какие-то японцы умеют забрасывать есть с этими дисишками очень далеко ну они для этого очень довольно сильно извращаются вот если у них может быть у них удочки другие вот смотри с моей улички да ну типа сильно далеко с дисишкой выбросить не получается давайте мы еще приманка сюда повесим забросим с приманкой ты ключ у нас 28 граммов люст вестер 4 дюйма настройку оставляем ту же на дисишки единица ну соответственно севик в нуле ну и переключатель на полиэтилене у нас стоит внутри заброс ну значительно ближе конечно полетела вот если пальцем не останавливать конечно сама шпуля не остановится ну и петля выдалась не сильно большая вот ну на удивление как бы с единичкой в безветрия вполне себе можно бросать я не так чтобы прям уж сильно вложился но я сделал такой довольно средний заброс по силе давайте померяем посмотрим что там ну 75 кстати мне показалось что ближе вполне неплохо кстати вообще рабочий заброс абсолютно рабочий вот опять же ну единичка на тормозах ничего не трогал вообще все дальше бросаем я улетела туда же даже замерять не буду улетела вообще туда же до 70 плюс вполне себе на таком нормальном забросе чисто рыболовным да если вы будете конечно со всей дури бросать может быть что-то подальше получится выбросить вот но сможете ли вы на рыбалке бросать каждый заброс со всей дури я думаю что он просто вам это быстро надоест вот обратите внимание как тихо катушка работает есть вообще никакого звука не издает кайф нравится очень нравится так ну чё давайте попробуем повторить подвиг калькутты 200 10 который я снимал и попробуем сейчас не меняя настроек поставить не 28 6 грамм так 6 граммов тот же самый твистер 4 дюйма также на 10 единичка ничего не менял вообще да слушайте видимо чё-то с шимана именно с калькуттами прям вкладывается потому что ну как бы не на антарасах не на других вообще катушках такую вот такой работы тормозов даже близко нет давайте проверим что там у нас пусть и 38 метров вообще с первого раза то есть вот первый раз забросил никаких там за кадром забросов не делал вообще отличный результат с этой удочки как бы такая приманка на такое расстояние это очень хорошо ну то есть только прям реально лайтовые катушки бросают дальше давайте посильнее вложусь посмотрим как систему как дисишка отработает вот я посильнее вложился были перебежки вот и дну как бы и тормозная система их погасила вот и улетела в итоге дальше улетел в итоге ближе вот так что давайте опробуем сейчас на двоечке сделать то же самое двоечку мы поставили попробуем то же самое уж тянуть на двоечке от улетела дальше чем только что было вот вообще где-то вообще достойный результат тоже за 30 скорее всего вон давайте замеряем ну те же самые там 30 37 с половиной метров вообще отлично так но теперь самое страшное испытание для 10 будет это очень порусящий воблер он даймите пирами и девяностик воблер очень плохо летит у него никакой системы дальнего заброса нет он весит отчета граммов 7 ну около того я честно говорю прямо точно не помню но очень-очень плохо забрасываемый воблер обычная для него дистанция это там 20 с небольшим то есть оба 22 23 с этой удочки катушки его забрасывают хорошие то есть плохие катушки там даже 20 не забрасывает ну собственно короче 22 23 это норма вот если у нас будет дальше значит это плюс шамана вот если будет ближе соответственно в минус не меняю настройки двоечка на двоечке до ожидаемо у нас перебежка возникла ну как бы у 10 шик у них прям каких-то бород сильных практически не бывает есть я с таким не сталкивался если не происходит какая-то перебежка вроде нормально все на все нормально в общем если происходит какая-то там сильная перебежка так что-то узелок что ли какой-то у них он завязался не пойму вон там внутренние слои немножко залипли ну неважно в общем-то у 10 шик у них не бывает прям какой-то сильной бороды вот это однозначно даже если какая-то перебежка там возникает и она буквально распутывается за мгновение вот так давайте я на троечку поставил инди фишку вот и заново пытаюсь забросить от воблер ну вот на троечке он полетел но дистанция конечно ну вот эти же классические 20 метров давайте посильнее попробую забросить так вот ну что мне тут еще немножко несколько петелек было замотано ничего страшного ну те же самые на самом деле там 20 метров теперь давайте попробуем поколдовать с этой катушкой ну а колдовать мы будем традиционным шумановским способом мы уменьшаем основные тормоза и увеличиваем оси и код я 4 клика на оси веке добавил вот и улетела дальше ну как потом говорите мне читаю потом какие-то негодяи пишут метод читайте инструкцию чем инструкции написано типа только в случае ветра точнее только в случае ветра сильнее ожидаемого используйте оси и код пожалуйста я этот под затянул оси веку меньше десешку и вот он наш результат 28 метров это топ ну уж я не припомню чтобы хоть одна катушка на хоть с одной катушкой этот воблер с этой улички улетел на 28 метров вот пожалуйста 4 клика оси века добавил десешку на один минус и вот пожалуйста результат причем охренительный результат я не помню чтобы может быть будет что-то такое но я не вот не реально не припомню ни у одной катушки таких показателей так ну так у него я приманка значит три грамма грузик плюс твистер такой два с половиной дюйма примерно конечно не она на окуня не супер ультралайт я ультрала то читаю где-то веса от 2 до 7 граммов если у нас удочка от 2 до 7 граммов это ультралайт вот если там соответственно там до 10 граммов это ластик уже ну понятно я придерживаюсь классической терминологии также также двоечка плюс на 4 клика поджатая оси век забрасываем да нормально ну то есть я не сказал что это прям далеко но нормально давайте я даже оси век на 4 клика обратно верну я пробую на двоечке забросить будет борода или нет чуть-чуть подальше улетела вот такие перебежки были но наверное на пару кликов осевичок лучше вернуть ну да я вернулась вичок на пару кликов и у меня улетела чуть подальше классический шимановский лайфхак в принципе мне по забросам все понятно как катушка себя ведет вот давайте мы перейдем к выводам я вам уже расскажу свое мнение так ну что сказать по шимана после тестов конечно же да я не ждал от 10 шик супер дальних выбросов но я не приходится 10 шик этого ждать вот то что там шимана показывает своей рекламе ну мне кажется это слишком сильно притянуто вот может быть какими-то супер техниками говорю же можно этого добиться я честно говоря не хочу этим заниматься мне я не трюкачу а просто рыбу ловлю вот но в террас со стабильной свои там 70 75 даже плюс метров там на джиге с берега вы стабильно будете выбивать вообще вопросов нет вот по самой тормозной системе все очень классно все очень похоже на кальку тут самый первый 2003 года то что я тестировал модельного года само собой здесь и шикой все так же стабильно и четко работает то есть там мы вообще никаких претензий нет легкие приманки там вот эти вот воблера воблер вот это вот парусящий ну это невероятно сложный для заброса воблер ну невероятно сложный вот и вот реально сложно забросить куда-то далеко вот тем не менее как бы наверное это был рекорд поставлен с этой катушкой там легкий джиг тоже вообще без проблем там конечно единички наверное я наверно не нужно бросать да но вы можете поставить двоечку и свой стабильный результат получает практически во всех приманках там если вас супер парусящая приманка там осевичок чуть-чуть поджали и все ну и как бы тут работает шамановский лайфхак чуть-чуть поджатым осевиком я не знаю вот зачем это с чем это связано но вот на шамана в принципе как и на центробежных катушках так и на диссишках это лайфхак работает то есть конечно не на всех катушках но зачастую шамановские катушки они очень положительно смотрят на поджатый осевик то есть и дальность заброса получается выше и сам заброс получается более стабильный вот ну как бы обратите внимание что зажатый оси к вам не компенсирует резкость заброса до катушка вот это она скажем так супер сильные забросы она не любит также как и другие шамана вот но она скажем так гораздо более к ним толерантно то есть если сравнивать с антаросом то это просто небо и земля если антарос там чуть что сразу бородить начинал вот здесь вообще никаких вопросов нет вот для чего стоит брать эту катушку да в принципе для любого на любых наших приманок любого нашего спиннинга там от лайта начиная ну понятно что пацан прям под лайк брать не надо но там приманки от 5-6 граммов она вообще отлично отрабатывает вот и за счет стану за счет своего там корпуса мощного думаю что можно и 50 граммов там и даже даже больше на просто у вас съемка шпули ограничивать в принципе все для чего вам может понадобиться там шнур не толще полторашки вы все можете использовать ну и разумеется мне тоньше там 06 вот то есть и твичить в принципе нормально то есть она смотрится эта катушка большой то есть она вот на картинках на фото на видео вот я смотрю сейчас в экран и я вижу что катушка смотрится гораздо больше чем она есть на самом деле реально катушка малютка прям вот реально малютка то есть и как бы каких-то вопросов там с тричингом у вас не будет она очень эргономичная вот она она также ну и такие довольно плоские щеки они дают такую поверхность упорную под ладони это очень очень удобно то есть вот такие движения вообще запросто под воблера запросто берите кайф поджиг тоже спокойно можете брать тоже отлично работает ну то есть вообще ну у меня 0 претензий катушки я восхищен прям ну типа реально вот вот эта катушка вообще кайф реально кайф очень понравилось все думаю что с обзором здесь хватит катушка не моя там там протестировать на рыбалках я ее не смогу само собой но как она работает как она забрасывает я вам рассказал все пока